Андрей, сегодня, конечно же, топ-тема это задержание Пригожина. Некоторые СМИ сообщают о том, что Гиркина, да, Пригожина уже сначала, его никто и не задерживал. Да, мы просто только что с Игорем Александровичем обсуждали всю эту историю, как это связано с Пригожиным и так далее, поэтому, да, Гиркина, Гиркина Стрелкова, террориста, его задержали, как сообщается, и сегодня будут избирать меру пресечения. Так вот, скажите, пожалуйста, как вы смотрите на это событие? То есть, что произошло, почему так долго позволяли критиковать, и вот сегодня его задержали? То есть, что случилось? Ну, рано или поздно это должно было произойти, потому что Берега уже давно попутал. Те разрешенные, так называемая критика, те разрешенные моменты Стрелкову, то, что давали люди из органов, из специальных служб, в общем-то, закончилось это время. И, в общем-то, Гиркин почувствовал, что он может выходить из тех рамок, которые ему были обозначены, и все эти, в общем-то, годы и время он, ну, в той или иной степени находился все-таки в рамках и согласовывал все свои заявления. Сейчас же, после того, как он увидел, как власть разыграла вот этот вот так называемый кукольный цирковой мятеж с Пригожиным, и, в общем-то, в направлении Гиркин рассуждал в одном, а оказалось все это, в общем-то, совершенно другим, что это был договорняк. И, в общем-то, на поляне, которое достаточно тоже зачищено, и не так много у нас таких ярких убийц могут провозглашать свои взгляды, он почувствовал, что, наверное, пришло время и ему сыграть какую-то игру. Ну, вот, но просто силы неравны, и поэтому, в общем-то, те заявления, особенно последних дней, которые там обсуждали в социальных сетях, которые производил Гиркин, ну, наводили на мысль, что все-таки, ну, должны же взять, ну, когда у нас, вон, людей за слово война в начале полномасштабного вторжения в России задерживали и сажали в тюрьму, а тут вот так вот он браво-направо-налево кастерит бункерного шизофреника, и никаких последствий нету. Поэтому, ну, выберут при его пресечении Батстразу, ну, и будет пока сидеть, слушайте, это пока такая вещь. Осенью будет еще больше посадок, потому что вот этот цирковой мятеж, так называемый, Гиркин, Бригожина, вот все путаем, как бы, да, их в большом. Они, конечно, не два брата-близнеца, там, старший и младший, но все равно, он как раз выявил вот эту так называемую пятую колонну в нынешней системе власти России. Поэтому, ну, я ожидаю лично осенью и перестановок, и посадок, в общем-то, даже каких-то исчезновений людей. Ну, мы их сегодня уже тоже наблюдаем, но вот широкомасштабные перестановки начнутся осенью. Скажите, пожалуйста, а к чему может привести этот возможный, я не знаю, арест, да, заключение в будущем и так далее, среди вот этого клуба, так называемого, рассерженных патриотов? Или среди этого электората, например, потому что есть люди, которые поддерживают Гиркина в его риторике, и они активны ли, пассивны ли, есть ли у них какой-то ресурс? Стоит ли кто-то за ними? Могут ли они как-то влиять или каким-то образом проявить свою позицию? Я имею в виду уже более активно. Или это исключено, в принципе? То есть это событие ничего абсолютно не изменит? Ну, я бы не исключал, на самом деле, что за ними действительно стояли спецслужбы российские в той или иной мере, и какое-то финансирование все-таки было. Но без какого-то руководства, без направляющей силы Стрелков был все-таки таким негласным руководителем этого клуба, да, и, в общем-то, на него действительно ориентировались. Все-таки террорист со стажем много лет занимается террором, поэтому, в общем-то, к нему прислушивались, но мне кажется, эти люди совершенно мало на что способны. Потому что одно дело быть подписанным на него в Телеграм-канале, у которого, по-моему, было больше 800 тысяч подписчиков, а другое дело это самому производить какие-то слова, действия, писать, опять же, в самых социальных сетях и получать достаточно массовую поддержку. Поэтому на это, мне кажется, люди эти не способны, которые там вокруг него, и вряд ли стоит от них ожидать каких-либо действий. Опять-таки, если не будет у российских спецслужб, у ФСБ, там, специального отделенного поручения, мнения на использование вот этой вот массы людей, ну, уж каким-то образом все равно распускать их вряд ли будут, потому что им контролировать необходимо. Ну, и, в общем-то, мы не знаем, какие заявления сейчас из тюрьмы будет делать сам Стрелков. Поэтому тоже нужно будет посмотреть на эти заявления, проанализировать, и, в общем-то, он может и распустить свою паспу, по большому счету. Будут ли они распускаться, опять-таки, есть ли желание у их кураторов это сделать, мы на сегодняшний день не знаем. Потому что, в общем-то, ну, вот я нахожусь сейчас в Соединенных Штатах, у нас там было раннее утро, когда эта новость пошла уже по всем телеграм-каналам и информационным агентствам. Ну, пока очень сложно сказать. Но я ожидаю арест, и дальше будем смотреть и наблюдать, что будет происходить. У них нету, по большому счету, слаженной системы управления, в отличие от пригожинских боевиков и головорезов. У них есть какое-то оружие, но его совершенно недостаточно для каких-либо действий. Поэтому, ну, и сорганизоваться они самостоятельно, конечно, не могут, потому что вот эта масса бодляческая, она просто действительно ни на что не способна. Они только могут быть вот как, не знаю, там крыс ведут, удочкой в сказке вереете, крыс топится. Но вот здесь то же самое, можно аналогику это провести. А ранее многие писали о том, что за Гиркиным кто-то стоит. Вот какая-то служба из ФСБ, потому что, ну, это невозможно. В России, если обычные люди выходят там просто с белым вот, да, с каким-то плакатом, на котором ничего не написано абсолютно. Это просто с белой бумажкой выходит. Сразу под руки в СИЗО. Кто-то написал пост, я не знаю, дворник написал пост у себя в Фейсбуке, который никто не считает. Сразу в СИЗО. Кто-то сказал, нет в обле, сразу в СИЗО. Здесь ты сидишь, у тебя есть камера, у тебя есть какие-то собеседники, собутыльники. Ты говоришь, Путин, ничтожество. И говоришь об этом не первый день. Ты на протяжении какого-то времени говоришь, Россия в этой войне проиграла, Путин там ничтожество и прочее, прочее. И вот я-то знаю что, я знаю то, чтобы Гиркина судили в ГАГе, но раз уж задержали в Москве, интересно, что будет дальше. А вопрос мой состоит в следующем. Как ему позволяли столько критиковать Путина? То есть от него отказалась вот эта служба ФСБ. Крыша ушла, они договорились, переговорились, перекупили друг друга. Вот это вот непонятно. Ну, до последнего момента кураторы были, опять-таки, здесь, я думаю, что рассматривали, ну, опять-таки, я, это мои предположения, да, если бы я поставил себя на место их кураторов, ему кураторов, то, соответственно, как бы было бы правильным замеры общественного мнения по тем или иным позициям. Да, вот есть как бы ожесточенное, которое неприемлемое для Путина, естественно. Ну, слушайте, Путин сидит в бункере, он, во-первых, интернетом особо не пользуется, и поэтому то, что ему докладывают, то он и хавает, как говорится, да, ежедневно вот это, живя в зазеркале, по большому счету. Я уверен, что до сих пор есть, опять-таки, кураторы у этой всей группы Стрелкова, и просто они будут замерять общественное мнение, какие-то будет дополнительная информация, они будут смотреться, логически уверять, как это влияет на те или иные шаги, события. То есть это, на самом деле, большая такая, в принципе, работа, которую государство проводило не только в отношении вот этой группы, но и в отношении ведь все-таки оппозиционеров это все было, так называемых оппозиционеров. И сегодня мы видим, что в России оппозиции нету, да, в общем-то, кто убит, вот Навальному 20 лет хотят добавить, остальные уехали, сидит Яшин, Кармурза, другие политзаключенные. И, в общем-то, власть в той или иной мере всегда использовала, в случае последние годы, оппозиционных каких-то лидеров, оппозиционных деятелей, просто активистов для того, чтобы как-то тоже находиться внутри вот этой тусовки, как-то пытаться влиять на те или иные решения. Поэтому власти, спецслужбы России, они как спрут вообще во все сферы жизнедеятельности страны были пронизаны и сейчас ничего не меняется. Так что здесь, опять-таки, одна служба ФСБ курировала Стрелкова, другие ФСБшники в свое время курировали группу Навального, то есть они между собой дрались, эти группы, третьи были против одних и других. То есть вот это вот пауки в банке, по большому счету, чем они больше сейчас сожжут друг друга, тем больше действительно быстрее закончится война и прекратятся, во всяком случае, бомбежки мирного населения Украины, мирных городов. То есть как бы сейчас, по большому счету, вот это самая главная задача, то, что происходит на фронте, это, безусловно, первостепенно, но мы сейчас говорим о мирных жителях и больше, в общем-то, нужно акцент делать на безопасности мирных граждан. Поэтому, в общем-то, и на мой взгляд, сейчас как раз должны выходить снова санкционные всякие вещи вперед и вот там с дипломатической стороны и Украины и всех государств, которые поддерживают Украину сейчас, необходимо, в общем-то, ну опять запускать вот эту вот машину на санкции. По вчерашнему дню мы видим, в общем-то, достаточно большое количество разных известных людей в разных странах было принято санкции. К сожалению, вчера еще и было обращено тем, что Великобритания вывела из-под санкции одного из путинских, ну, пособников, по большому счету, да, Олега Николаевского, который там его императором провозглашал и был следом Единой России. И, в общем-то, огромное влияние делали того, чтобы вот этот вот преступный режим Путина в десятых годах был крепким, да, и получал также огромные преференции. Ну, будем разбираться с этим. У нас, к сожалению, как бы это минус, как бы я считаю, в нашей команде Великобритании, потому что именно мы вносили Олега Тинькова в эти санкционные списки. Так что процесс этот необходимо запускать заново, расширять эти санкции, ну, не только персональные, но и вообще, по большому счету, давно уже нужно внести политическое и экономическое эмбарго Российской Федерации, чтобы вот этого шастания, по большому счету, не было. И чтобы не было возможности обходить эти санкции по вторичным вот этим вот вопросам, когда мы знаем сейчас и Казахстан, и ряд других стран используются для того, чтобы ввести серый импорт, который используется в военной промышленности. Поэтому здесь, конечно, вот необходимо более четко, скажем так, бить в цель вот именно вот этих вторичного завоза, вторичного вот этого импорта, который, в общем-то, по всем странам, здесь и в Соединенных Штатах, и Великобритании, есть определенные и компании, и люди, которые пытаются и заработать, и помочь российскому фашизму дальше терроризировать мировое сообщество. Здесь уже, как сообщается, Стрелкова привезли в Мещанский, если я все правильно здесь суда... А если почему не в Басманный мне вопрос? У меня тоже вопрос, почему не в Басманный. Так вот, суд города Москвы. И также сообщается, что следствие ФСБ попросит избрать Стрелкову меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сообщил ведомостям источник, близкий к следствию. Любопытно. Да, это правда любопытно. Любопытно. Субтитры сделал DimaTorzok